Фрукты и ягоды. Здесь тоже такой момент, что лучше покупать, вот есть, когда они у вас в России свои, местные. И да, есть просто такая вот теория, да, что надо есть продукты той области, в которой вы выросли, в которой вы живете, вот оттуда продукты и надо есть. В этом есть как бы зерно плавания. Я не совсем с этим согласна. Вот, например, да, вот я родилась и выросла в России, я приехала в Таиланду, я ем тайский продукт, и мне вообще классно, у меня там здоровье поднялось, все остальное. Дело в том, что, опять-таки, в России, когда я работала в инфрационном правовом обслуживании, я обслуживала компанию, которая занималась поставкой экзотических фруктов из-за границы, потому что портовый город, и также я обслуживала Роспотребнадзор. Вот по их нормам эти фрукты, когда их переводят в контейнерах, они обрабатываются химикатами для того, чтобы по дороге они не испортились, для того, чтобы на них не напали насекомые, да, там, протравливают специальными газами, их обрызгивают и так далее. Эти продукты, на самом деле, можно есть, но шкурку всегда снимайте. Хоть и говоря, что в яблоке там самая полезная – это шкурка, да, если яблоко привозное, лучше шкурку снять, с грушки тоже лучше шкурку снять, здесь виноградик, игрушка, лучше снять шкурку, не есть ее, потому что там их и восками натирают, и это все вот оседает на шкурке, вот лучше это все со шкурок снимать. Лучше всего, если вы хотите, чтобы зимой у вас были фрукты, есть хорошая морозильная камера, вот когда вот у вас сезон, когда у вас есть фрукты, наморозьте их, и зимой вы будете доставать и есть витамины, потому что при заморозке большая часть витаминов она сохраняется. Ну, тоже можно перетирать сахаром, но вот у кого проблема с сахаром, да, лучше избегать этого способа, чтобы не было лишнего сахара. Ну, в смысле сахарный диабет, проблема с поджелудочной железой. Вот так самый безопасный способ – это заморозка. Продолжение следует...